Абунтирование сотрудника ППС Патрульно-постовая служба полиции всегда бывает на месте происшествия первыми Это одно из подразделений, которое в первую очередь приходит на помощь гражданам По вызову 02 прибываем незамедлительно мы Находятся на улицах круглые сутки, несут дежурство Везде ходят, все рассматривают, контролируют район, знают где что как находится Сталкиваются с многими правонарушениями, преступлениями Наш день начинается за 15 минут до начала инструктажа Сотрудник патрульно-постового службы полиции перед инструктажом обязан получить табельное оружие Специальное средство, это палка резиного ПР-73, наручники и газ в зависимости от сезона и погоды Также обязан получить планшетный компьютер, система видеонаблюдения «Дозор-77» При себе иметь также карточку маршрута патрулирования, служебную книжку, свисток, фонарик, служебное достоверение и шариковую ручку Потом происходит развод, на разводе присутствует старший дежурной смены, которая доводит ориентировки Также ответственная патрульно-постовая служба, ответственное от отдела, которое доводит результаты прошедших суток Ориентировка кража Буденовским ОМВД разыскивается неизвестной, похитили двигатель с автомашинной Ауди После полученных ориентировок, ответственная ППС диктует темы инструктажей Тема инструктажа состоит из двух этапов Первый этап – это правовая подготовка К примеру, есть наряда ППС на месте совершения преступления Вторая – это физическая подготовка, боевые приемы борьбы Располнение приема, приступить Состав наряда два и более человека Старший наряда получает, соответственно, нужную документацию Средства радиосвязи, также планшетные компьютеры Несет ответственность за них, получает указания дежурной части для отработки адресов Как показывает практика, Старший наряда – это более опытный сотрудник Который уже отработал энное количество лет в ППС и сталкивался со всем И может дать грамотную оценку каждому происшествию Функция патрульно-постовая службы полиции – это охрана общественного порядка Она заключается в том, что пресекаем преступления, административные правонарушения Защищаем жизнь и здоровье граждан от иных и преступных посягательств Продержите, всего доброго А что случилось? Да нет, все в порядке, проверку документов Ходим по улицам, беседуем с гражданом, это если пешие патрули Выявляем административные правонарушения, а также профилактику проводим Чтобы не допускали как и преступления, так и правонарушения Ну, автопатрули все то же самое, только они более мобильные И также отрабатывают адреса, полученные от дежурной части Если человек вызывает подозрения, соответственно, останавливаем его, представляемся Называем причину его остановки Проверяем по планшетному компьютеру, по базам данных проверяемых Там усвечится наличие судимости, наличие привлечений различных А также розыска, либо федеральный, либо оперативный, либо стражевой контроль Если подозрения подтвердились, докладываем оперативному дежурному И тем же временем докладываем ответственному от подразделения И в зависимости, какая ситуация, либо вызываем на место следственную оперативную группу Либо доставляем данного гражданина в отдел полиции номер 3 для дальнейших разбирательств Имеем право проводить личный досмотр граждан, если имеются на это основания У каждого есть свой центр маршрута и определенные границы У автопатруля, конечно, маршрут патрулирования гораздо больше И у них не центр маршрута патрулирования, а пункты остановки Более важные объекты, где они должны обратить внимание, точнее, уделить внимание Это детские садики, школы, банки, те, которые охраняются Патрулирование автопатруля составляет в районе 3 километров Также есть 3 пункта остановки Сейчас проедем по улице Некрасова, где расположен как многоквартирные дома, так и частный сектор Обращаем внимание на какие-то брошенные вещи, чтобы, не дай бог, там ничего взрывоопасного не было Тем более с сложившей обстановкой Также на людей, которые, возможно, причастны к преступлению, определяются Первый признак – это имеются следы преступления Порватая кофта, куртка в крови, там что-то Одеты не по сезону Это тоже привлекает внимание В данный момент обращаем внимание на дома Возможно, даже где-то есть брошенные, либо стройка идет Чтобы также хищений не было, как из строительных материалов, так и инструментов Также на наличие подозрительных граждан, которые могут очень легко пройти через частный сектор Потому что на них будет меньше обращено внимания со стороны гражданских Каждый день новые события И абсолютно они все разные Ну, может, самое, что заполнилось Сгорание, бывают также домов, там, по неосторожности их жильцов На место приезжаешь, там находятся граждане в состоянии алкогольного опьянения Которые даже не в состоянии покинуть помещение, в котором находится дым Чаще всего семейные разборки, дебоши, какие-либо драки Это, как бы, более самораспространенное Если, допустим, это преступление, они доложили вежурную часть Также поставили в известность ответственного Туда уже на место прибывает следственная оперативная группа Основные задачи патрульно-постовой службы Это охрана места происшествия Установление возможных очевидцев, свидетелей Ну и самое главное, упустил первое Это оказание помощи в жизни и здоровье гражданина То есть, если вдруг противоправно какое-то посягательство в отношении гражданина Оказать ему первую медицинскую помощь Сотрудник полиции должен быть физически развит хорошо Подтянуть в случае неповиновения законно требования сотрудника полиции Чтобы имел возможность и силы справиться с преступником Наглядный пример Человек совершил что-то И ты ему предлагаешь проехать в отдел полиции Или умеешь разбираться Он отказывается Пытается сбежать, убегать, отталкивать сотрудников полиции Это полное основание для применения физической силы Знание правовой подготовки и физической подготовки Очень придает себе уверенность Что ты поступишь грамотно и по закону Сотрудники полиции являются правоохранительными органами Да, они защищают общественный порядок И в том числе и собственную безопасность тоже Почему? Потому что нередкие случаи бывали, когда совершались нападения на сотрудников полиции Общая физическая подготовка включает в себя развитие таких физических качеств, как силы, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость Специальная физическая подготовка это уже непосредственно боевые приемы борьбы Это техника выполнения боевых приемов Мы их отрабатываем с сотрудниками на занятиях И тактика Тактика выполнения боевых приемов борьбы Это уже учебно-тремочные поединки У нас даже есть такая тема в нашем разделе Техника выполнения приемов Когда освобождение от захватов и обхватов При сечении попытки достать оружие из нагрудного кармана Из кармана брюк Когда промышлитель пытается достать из каверу сотрудника оружия Для этого, собственно говоря, мы отрабатываем данные вопросы То есть на автомате мы должны вводить боевые приемы борьбы В течение всего своего срока службы Они обязаны систематически заниматься физической подготовкой Но в нашем случае с вами это каждую неделю по 2 часа в неделю Боевые приемы борьбы также и предусматривает применение спецсредств То есть разновидность приемов И заключается в применении палки резиновой Защита от огнестрельного оружия, от ножа и от прочих предметов Сотрудник ППС в основном должен быть смелый, решительный Культурный, вежливый Это основные такие моменты Сотрудников учим изначально Что культурное, вежливое обращение с гражданами И никак иначе Применение физической силы в спецсредств Только в рамках закона То есть к каждому гражданину мы должны найти подход Если человек не знает свои права, то мы разъясняем ему Какие права у него есть, на что он может претендовать Какие административные материалы в отношении его будут собраны Что он нарушит, если он это не понимает Прибыли на адрес, где якобы пьяный мужчина устроил дебош Драку, разбил витрину в магазине Нарушал общественный порядок, выражался грубанцем на броне Также спровоцировал драки Его пытались ящики успокоить И категорически отказывался выполнять законные требования В соответствии с статьей 20-й мы применили физическую силу И доставили в отдел Применение спецсредств четко расписывает 21 статья Федерального закона о полиции Самый распространенный применение спецсредств Это наручники Применяется случай оказания неповиновения у закона Утребован сотрудника полиции Агентственное оружие, к счастью, не очень часто применяют Но применяют только в экстренных случаях Для этого сотрудники полиции проходят первоначальное обучение Где сдают соответствующие экзамены Также отрабатывают практические навыки стрельбы С 10 метров сотрудник полиции должен из 4 патронов Попасть не менее 3 раз При полученном сигнале дежурной части На каком-то подозрительном адресе Либо о какой-то сложившей обстановке Они обязаны незамедлительно прибыть уже на данный адрес Экипированные, то есть в бронежилете и в каске Обмунирование сотрудника ППС Это спецсредства, огнественное оружие На то, что висит на поясе Весит где-то в районе 5 килограмм Также бронезащита в зависимости от класса От 5 до 25-35 килограмм Также каска тоже в зависимости от ее класса От полкилограмма до 2-3 килограмм Если сотрудник крепкий Прошел первоначальное обучение Если все настроено под себя Подобно, то комфортно Положительные качества Которые будут помогать Это, конечно, внимательность, бдительность Чувства какие-то Уже должен со временем выработать Проявлять их С опытом работы все приходит Потому что контингент разный К каждому контингенту привыкаешь И уже, я не знаю, ну чувство какое-то Как-то щелкает Подсказываете Что вот нужно обратить внимание На данного гражданина, гражданку На данный объект Чувство какое-то Я не знаю, как даже это передать Характер работы меняет Меняет Потому что с годами сотрудник становится Мужественнее Где-то хладнокровнее становится Потому что ввиду своей работы Приезжаем на разные происшествия Мнения граждан всегда расходятся Но я думаю, что в большинстве случаев Они доверяют нам Любят нас Именно патрульно-постовую службу Я имею в виду Потому что мы очень много приходим на помощь людям Очень много помогаем В таких ситуациях Когда они ни на кого не могут понадеяться Кроме как на нас Печта была у меня такая работа Именно патрульно-постовой службы полиции Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова